Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Очень-очень вас люблю, целую, и всего вам самого-самого хорошего. Итак, сегодня видео будет о покупках. Давно у меня не было таких видео, потому что покупаю сейчас мало, и как-то это все так раскидывается по разным местам, и не могу как-то собрать все в кучу, но здесь вот постаралась специально для вас. Итак, большинство моих покупок было совершено в сети L'Etoile. Почему-то в последнее время я стала приверженница больше этой сети. Был у меня период Ривгоша, очень-очень давно у меня был период Ильдеботе, но сейчас как-то я так плавно перешла в L'Etoile. Итак, сегодняшняя покупка, что я купила, это было куплено не в L'Etoile, это было куплено в фирме L'Occitane или что-то такое. Очень активно эта фирма рекламируется с помощью глэмбоксов, всегда там есть какие-то продукты, и вот сегодня набрела на их магазинчик и зашла посмотреть. Честно говоря, я купила там всего одну штучку, вот такую вот маленькую, вот, и то я ее купила, знаете, как бы так вот можно сказать, из чувства какого-то стыда, что ли, я не знаю. Я зашла в этот магазин, в общем, в фирме L'Occitane, просто огромные цены, просто неприлично огромные, громадные, катастрофические. В общем, там все очень-очень дорого, вот, так как у меня было мало пробников этой фирмы, я не знаю, хороша она или плоха, вот, но самое дешевое, что у них можно найти, это продукты там вот 350 рублей в виде каких-то мини-версий, в виде каких-то мини-версий, да, правильно сказала, вот. И, в общем, я так походила-походила, посмотрела-посмотрела, и, в общем, мне стало стыдно перед продавцами, если я совсем ничего не куплю, вот, поэтому я нашла какую-то вот такую штучку, это, как бы, такая мини-версия геля для умывания, гель для умывания, вот так вот он выглядит, большая версия стоит 1200, вот эта вот маленькая версия стоит 340 рублей. Итак, что же я купила? Очищающий гель для лица Ангелика или Ангелика, не знаю, 50 миллилитров. Этот очищающий гель даже во время умывания не перестает заботиться об уровне увлажненности кожи и поддерживает ее гидролипидный баланс. Превосходно очищает, удаляет макияж из загрязнения, дарит коже чувство легкости и свежести. Еще не пользовалась, не знаю даже, что это такое, девчоночки, как бы вот только-только купила. Запах, не скажу даже, что приятный, не пойму, чем пахнет, может быть, вот это вот Ангелика так, конечно, пахнет, ну, такой какой-то травянистый натуральный запах. Вот, но зато мне достался красивый пакетик и также здесь вот такая вот их брошюрка, где всякие вот их тут средства, средства от L'Occitane. В общем, обычные девчонки могут позволить себе там только бальзамы для губ и кремы для рук за 340 рублей, вот, или вот такие мини-умывалки. В общем, это все, что я купила в L'Occitane, не знаю, может быть, когда я подрасту и начну больше зарабатывать, я там прям буду самый их активный клиент. Ну, пока что вот так. Так, все остальные покупки были совершены в L'Etoile. Итак, что я купила? Сегодня видела, смотрела видео из Танианы. Большой тебе привет, Анют, всего тебе самого-самого хорошего. И у нее в пустых баночках была вот такая вот штука, эффект маркетинга сработал по полной, она так плево о ней рассказывала, так вкусно описывала. Вот, поэтому, в общем, я купила себе тоже вот такую штукенцию, желе-скраб для тела. У меня как-то всегда очень мало продуктов для тела, как-то я всегда больше для лица, для волос покупаю. Вот, поэтому взяла вот что-то такое себе на пробу. Клубника с фундуком, в общем, это типа скраб для тела, как бы, не знаю, даже боюсь его открыть, мне кажется, сейчас вынесла там все это. Вот так вот он выглядит, как такое супер густое варенье. Пахнет как варенье. И на самом деле, вот так вот, если, мне кажется, перелить в какую-нибудь стеклянную баночку и поставить в холодильник, не знающие люди съедят и не подавятся. Ну, прикольно попробуем, не знаю, конечно, что это такое, будем надеяться, что неплохо. Так, мой улов в качестве лаков для ногтей. У меня тут, наконец-то, более или менее отросли ногти, поэтому я себе напокупала лаков. Итак, что я взяла? Тот лак, который у меня на ногтях, у меня было с ним видео, это вот такой вот лак Lycra Pro в оттенке 403 Hypnotize, вот так вот он выглядит. Вот у меня сейчас ногтям уже какой день? Третий день, учитывая то, что я мыла посуду очень активно и ногтями отковыривала куски жира с поддонной и с под курицы. Вот, то есть только вот этот ноготь вот здесь чуть-чуть обтрепался, но это я действительно им там что-то шкрябала. А так, держится очень хорошо, получила очень много ваших отзывов, большое вам спасибо, что у многих девчонок эти лаки не держатся. Но здесь, наверное, какая-то такая индивидуальная непереносимость, кому-то нравится фирма Maybelline и их тональные кремы, а кому-то, как мне, они совершенно не подходят. Вот, в общем, ну, я обожаю эти лаки. Так, еще я купила вот такой вот, у меня такой уже был, вот как бы вот эти шли вместе. Это у них сейчас в Литуале, кстати, обратите внимание, есть наборчики Lycra Pro за 200 рублей. Вот один лак без набора стоит 224, а по акции некоторые цвета стоят как бы 200 рублей за две штуки. По-моему, вот такой у меня был, как он там называется, 295-й, фуча, фанчи, фу, фуча какая-то. Не знаю, то ли фуксия, то ли что-то. Классный цвет, очень он мне нравится. Вот на видео он под таким освещением смотрится очень-очень-очень ярко розовым, но на самом деле он как-то так немножечко потемней. И купила такой вот просто оригинальный красный, вот так вот больше похож цвет, такой вот красный лак. Ловись, ловись, ловись. Вот. Офигительные лаки, самые-самые мои любимые, блин, самое, упс, самое крутое, что придумали. Так что очень всем советую, попробуйте, начните с одной штучки. Если у вас ничего не отвалится, ничего не оторвется, то очень-очень советую самые классные лаки, которыми я пользовалась за долгое время. Безумно удобная кисть, безумно удобное нанесение, очень долго держится. Классная цветовая палитра, в общем, я в полнейшем восторге от них. Так, также сегодня я что-то как-то уловила помаду, которая у меня сейчас на губах. Это у нас Ревлон. Ревлон, насмотрелась я видео американских блогершей, вот, в общем, что-то поперло меня на Ревлон. Так, сейчас покажу номер. Вот так вот она называется. Очень там интересные оттенки. Что могу сказать? Помада такая... Запах. Запаха нету. Это уже большой плюс. Как она выглядит? Выглядит она вот так вот. Она такая более розовая, нежели вот как она сейчас кажется. Вот такая. Помадка. Очень жирные, очень такие прям густые, обволакивающие. Не знаю, будет сушить губы или нет. Вот я первый день сейчас с ней хожу. Но в целом неплохо. Очень большой модельный ряд, цветовой ряд. Здесь она прозрачная, вот, видно, что за цвет. Кстати, очень удобно, когда помада вот так стоит, хотя бы видно, что брать. Присмотритесь. Очень-очень много оттенков. Они такие все теплые, сливочные, я бы сказала, помадки. Цвета похожи с гаммой на Руш Валюбт Эвсен Лоран. Поэтому, если не хватает денежек на Эвсен Лоран, берите вот такую, абсолютно смело. Практически то же самое. Ну, как бы, понятно, что сравнивать Ревлон и Люкс не стоит, наверное. Но вот Эвсен Лоран очень сушит губы. А цвета здесь похожи на Эвсен Лоран, но при этом вот не так по ощущениям сушит губы. Она такая жирная. То есть, вот такая типичная помада на зиму, как бы, где сочетается и бальзам, и помада. То есть, ну, очень здорово смотрится. Так. И мои самые главные вообще покупки, которые я просто под влиянием Ютуба. В общем, на самом деле, это интересная тема. Вот жалко, что мы на Ютубе потом не проводим никакие социологические исследования. Вот как вот блогеры умеют раскручивать какие-нибудь продукты. Сейчас явным фаворитом в раскрутке продукта стали вот такие вот продукты от Лореаль. Мне кажется, все мечтают их купить. Или их уже купили, или ими пользуются. В общем, но так или иначе, все равно это прям-таки вот тренд. Новый-новый тренд Ютуба. И у вас, я надеюсь, тоже вам это все дело понравится. Итак, очень тяжело найти эти оттенки. Было мне, я хотела именно два вот этих вот. Потому что в магазинах... Господи, они вообще разные. Да, разные. В магазинах очень много навалено, знаете, там какие-то сиреневые, зеленые, синие. А вот такие вот стандартные вот их самые оттенки, два светлых, розовый и золотой, их найти тяжело. То есть, вот я обошла в среднем где-то пять литуалей. И вот из пяти литуалей я вот только в одном месте нашла один цвет, в другом месте другой цвет. Так, первый цвет называется вот так вот. Вы его уже видели у меня в видео с макияжем на День Святого Валентина. Вообще, эта серия у них такая как бы связана со звездами, с галактикой. То есть, у них все названия так или иначе сочетаются с какими-то звездами. Первый это вот такой вот, бежевая комета 02. Посмотрела я сегодня первый. Вы знаете, вот первый и второй оттенок очень похожи. Меня спрашивали, какой оттенок больше уходит в теплый тон, какой холодный. Я сегодня, честно говоря, не поняла. Мне казалось, что вот этот уходит больше в теплый тон. Сегодня намазала первый, он практически точно такой же. Очень классные тени. Здоровские. Потрясные. Держатся весь день без базы. Это какая-то странная субстанция между кремовыми и сыпучими тенями. В общем, что-то очень-очень интересное. Наносить можно как пальцами, так и плоской кистью. Я, например, сегодня наносила с помощью 217 кисти на все века. В общем, очень удобно. Итак, как они выглядят? Вот этот цвет у нас вот такой вот. На глазах он такой у меня не получается. Он получается чуть-чуть поспокойней. А так они достаточно яркие, такие светлые. В общем, все зависит от нанесения. Если будете много мазать пальцами, вбивать, то получится вот такой вот яркий-яркий-яркий пигментный оттенок. Если чуть-чуть, то будет чуть-чуть. В общем, супер. Классно, что они не сыпятся, при этом они вроде как рассыпчатые. Супер вещь. И их очень легко использовать именно как базовый оттенок. То есть вот такой вот светлый на все века. И сверху него растушевывать какие-то тени. Тени на нем, тени на этих тенях. Другие тени на этих тенях растушевываются очень легко. Так что крайне-крайне советую. И вот этот вот оттенок я очень хотела купить. Вот как раз-таки его я не могла найти. Как он называется? Сейчас вам покажу. 021 Sahara Treasure какой-то. Это такой вот просто ярко-ярко-золотой оттенок. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот такой вот. Очень мягкий. Ну, потрясный, короче, тени. Этот оттенок выглядит вот так. Я бы даже сказала, это не золото, а это какая-то такая вот как... На что же это больше похоже? Ну и не медь. Медь, она имеет такую более желтую, красную составляющую. Короче, фиг поймешь, что, в общем-то, оттенок такого золота. Опять-таки, вот если я его тестила в магазине, вот так вот они кажутся такие прям супер-супер-мега-мега яркие. При растушевке на глазах они получаются поспокойнее. Вот такие оттенки. Я не поклонница перламутровых теней, но в эти я влюбилась. И это абсолютный просто тренд. Поэтому, если у вас еще нету таких теней, бегом в магазин и покупать такие тени. Потому что они заменяют вам базу, тени, хайлайтер. В общем, все-все-все-все-все они заменяют супер-вещь. Вот надо еще попробовать какой-нибудь светлый оттенок нанести именно вот как хайлайтер куда-нибудь на щеки, на такую большую кисть. Вот, так, так что Infallible Color Infallible Real Paris. Обратите свое внимание, реально классная штука, очень-очень здорово. В L'Etoile они стоят не так дорого, то есть если у вас максимальная скидка, каждая тенюшка получается где-то 270 рублей. Оттенков там не так много, очень много темных насыщенных. То есть такой есть глубокий прям баклажанный, темно-зеленый, темно-синий, голубой. Из таких вот самых стандартных оттенков, это вот первый, второй бежевый. Вот такой вот золотой. И еще есть очень красивый такой, знаете, золотисто-розовый. Тоже очень классный оттенок. Вот, такие у меня были покупки. Вот, пакет пустая, ничего там больше нету, только чеки какие-то валяются. Вот, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось. Здесь из того, что я купила, еще раз повторюсь, очень-очень советую вам обратить внимание на тени L'Oreal. Очень советую вам обратить внимание на лаки Lycra Pro, потому что это уже несомненный бестселлер. Если они вам подходят, если они у вас не отваливаются с ногтей, как у некоторых бывает, девчонок, то покупайте их просто в немеренном количестве, потому что это самые лучшие лаки для ногтей. Вот, и также можете присмотреться вот к помадкам от Revlon, которые есть. Это вот, не знаю, какая-то серия. Revlon Super Lustrous Lipstick. Вот. Короче, это не серия Colorstay, которая такая еще есть. У нас она в России не представлена. Но тоже очень неплохие, такие жирненькие, хорошенькие помадки стоят очень-очень дешево. О, боже! Мне опять кто-то звонит по телефону, уже просто сил у меня нет, какой-то кошмар. Всех вас люблю, целую, обожаю. До встречи на моем канале. Пока-пока-пока-пока.